Всем привет! Это четвертая часть курса, который посвящен системе непрерывного тестирования программного обеспечения. И данная часть посвящена тестовым окружениям. Давайте начнем. Начнем мы с основных требований, которые выставляются, предъявляются тестовым окружением. И на первом месте стоит надежность. Дело в том, что если ваши тестовые окружения ненадежны, в них что-то работает некорректно, ни о каком производительном и достоверном тестировании не может быть и речи. Поэтому надежность стоит на первом месте. Унификация. Ваши тестовые окружения должны быть сконфигурированы единообразно. Почему? Потому что если у вас, ваши окружения будут там зависеть от каких-то различных дистрибутивных особенностей, то все это обыгрывать в автотестах будет достаточно сложно. Это чревато ошибками, нужно повышенное внимание к этим деталям. Поэтому желательно полная унификация. И собственно код должен быть написан точно так же. Унифицировано. То есть что я имею ввиду. Если вы пишете библиотеку для тестирования, она должна работать со всеми версиями Python, которые у вас заявлены в поддержке. То есть если у вас в поддержке CentOS 6, а там Python 2.6, то все ваши библиотеки должны быть универсальны и написаны так, чтобы они работали под Python 2.6 и под, например, Python 3.3 и выше. То есть достаточно важный аспект достигать унификации необходимо. Актуальное состояние. Что под этим подразумевается? Подразумевается очень простая вещь. Ваши тестовые окружения должны быть обновлены и соответствовать реалиям. То есть если у пользователя, пришедшего к вам за вопросом или с багом или с чем-то еще, у него версия CentOS 7.8, а вы используете в своих тестах или окружениях CentOS 7.2, то ни о какой актуальности речи не идет. Поэтому лучше всего содержать тестовые окружения всегда в тонусе и всегда обновленными. Это все, что касается, наверное, основных требований, которые предъявляются, выставляются тестовым окружением. Специализированные требования. Под специализированные требованиями поднимаются какие-то вещи, которые нужны именно нам. В данном случае, для того, чтобы иметь возможность запускать распределенное тестирование, то есть запускать тесты на нескольких машинах одновременно, чередовать запуски, какие-то выполнять инструкции, нам нужен какой-то удаленный интерфейс. Мы в своем тестировании используем робот-фреймворк и у него есть библиотека ремоты. Но об этом чуть дальше пойдет в этой части. Механизм подготовки тестового окружения во время старта ОС. Некоторые вещи должны быть выполнены не на стадии создания виртуальной машины, а во время, например, запуска данного тестового окружения во время старта. То есть какие-то вещи должны выполняться именно во время старта. Мы тоже рассмотрим это дальше подробно. Дополнительная система инициализации сервисов. Так как у нас очень большой зоопарк различных дистрибутивов, различных ОС, нам нужен какой-то унифицированный механизм запуска нужных нам сервисов. И опять-таки я буду рассказывать об этом дальше в этой части. Итак, начнем мы с робот-фреймворк ремоты. Как я уже говорил, мы используем робот-фреймворк в своем тестировании. И давайте посмотрим на данную блок-схему. У нас есть два слейва, так называемых, и один мастер. На мастере запускается основное тестирование. То есть он статичен, на нем запускается, он сам не перезагружается. И с помощью ремота процедур Call он имеет возможность запускать инструкции на удаленных хостах. На слейве 1 и слейве 2. То есть на этих хостах запущен робот-ремоты, который экспортирует методы классов различных библиотек. На слейве 1 у нас экспортирована библиотека Dr.Web Common. И это наша внутренняя библиотека для тестирования. И библиотека Roboter Framework Operation System. На слейве 2 у нас экспортирована Dr.Web System и опять-таки Operation System. То есть робот-ремоты может экспортировать методы различных библиотек, классов. И то есть там может быть все что угодно. В данном случае на схеме показано, что робот-мастер выполняет метод, который называется Dr.Web Common Set Parameter. И который выполняется на слейве 1 через как раз RPC интерфейс робот-ремоты, который слушает на 43-м порту. На слейве 2 запускается другой кейворд, то бишь метод. Это кейворд, это можно синоним методу. Можно понимать как метод класса, который выполняет Dr.Web System Install Package. Специальный кейворд, который устанавливает пакеты, например. Эти робот-ремоты могут быть запущены несколько, то есть они должны слушать на разных портах. Но в принципе вы можете запустить несколько робот-ремоты на одном и том же хосте. Так мы и поступаем для того, чтобы разграничивать область видимости библиотек для различных групп. То есть группа Unix в Теслабе, группа Enterprise и группа Windows. То есть у них свой набор библиотек и они хотят работать именно с ними. А не с нашими, например. И наоборот. Надеюсь с робот-фреймворком достаточно все понятно, достаточно все просто. Это просто удаленный интерфейс для выполнения инструкции на удаленном хосте. Актуальное состояние. Как я уже говорил, системы должны быть обновлены. И если в случае с контейнером достаточно все просто. Там просто запускается новая сборка. Эта сборка либо выполняется, либо нет. И проблема возникает в основном только с виртуальными машинами. Как я уже говорил, у нас есть специальный сервер виртуал-бокс. На котором размещены различные виртуальные машины, с которыми все работают. Он будет показан в дальнейшем демо-части. И, собственно, данные виртуальные машины настроены согласно требованиям. Требованиям различных групп. Windows настраивает, как им надо. Unix настраивает, как им надо. Но так или иначе, они должны все проходить этап проверки и обновления. Что это значит? Это означает, что у нас по расписанию запускается специальное задание, которое обновляет виртуальную машину и запускает проверку данной виртуальной машины после обновления. То есть после обновления она должна все равно отвечать требованиям, которые мы перед ней выдвигаем. Сами проверки осуществляются с помощью, опять-таки, робот-фреймворка. То есть для тестирования тестовых окружений написаны автотесты. И в случае, если они не проходят, виртуальная машина возвращается к исходному состоянию и никуда не выгружается. Если же тесты прошли успешно, то виртуальная машина выгружается в репозиторию Vagrant, чтобы все остальные участники разработки могли использовать и виртуальные машины. То есть она обновлена, она отвечает требованиям, с ней все хорошо и с ней может работать любой человек в компании. А также мы не каждую виртуальную машину, скажем так, выгружаем в OpenStack, но там большое количество их тоже присутствует. И если опять-таки все хорошо, происходит выгрузка и в OpenStack. То есть получается мы выгружаем и в Vagrant, и в OpenStack. И с этими виртуальной машиной работать можно и в OpenStack, и локально. Вот таким образом у нас достигается актуальное состояние и надежность. Подготовка тестового окружения. Подготовку тестового окружения можно разделить, наверное, на два этапа. Первый этап – это во время непосредственно создания виртуальной машины. То есть туда, там, в этой виртуальной машине настраиваются такие вещи, которые не так часто меняются. То есть, например, схема партиции, разбиение диска на партиции, правила фэрвола, различные какие-то там сертификаты, пользователи и прочее. То есть, эти вещи, которые не очень часто меняются. И есть второй этап, который осуществляется во время старта ОС. Тут как раз нужна оперативность. То есть, представьте, мы обновили библиотеки тестирования. И чтобы они попали в виртуальную машину или в контейнер, мы должны их, по идее, пересобрать. Но это очень дорогая операция, и поэтому гораздо проще эти вещи, такие как обновление тестирования библиотек, запускать во время старта ОС. То есть, во время старта ОС у нас получаются всегда свежие библиотеки для тестирования. И какие-то инструменты, возможно. То есть, эта фаза достаточно быстро проходит. Так, с подготовкой тестового окружения все. Дополнительная система инициализации. Это наша сугубо Unix-овая боль. А именно, большой зоопарк дистрибутивов различных типов ОС. ОС и различных типов систем инициализации в этих системах. Благо, сейчас все идет к тому, что везде будет систем D. Но пока этого не случилось, нам нужно каким-то образом эту ситуацию обыгрывать. И здесь выступает нам на помощь, приходит супервизор D, который позволяет не только унифицировать способ запуска каких-то нужных нам сервисов, но еще и плюсом позволяет взаимодействовать с этим запускать и останавливать, и перезагружать сервисы удаленно через, собственно, API супервизор D. То есть, с удаленного хоста можно остановить или запустить какой-то сервис. Так что же супервизор D делает? Для чего он, собственно, нужен? Первым делом, он, конечно, избавляет нас от необходимости написания каких-то инициализированных скриптов во всех этих системах. То есть, мы написали ли супервизор D, и это работает везде, где супервизор D работает. Нам не нужно оглядываться на какие-то особенности каких-то дистрибутивов, какие-то зависимости между сервисами и т.д. и т.п. Это достаточно проблематично. Супервизор D у нас запускает, например, такие вещи, как Startup Actions. Когда я говорил об этапах подготовки тестовых окружений, как раз Startup Actions – это подготовка тестового окружения во время старта контейнера или виртуальной машины. То есть, как раз на Startup Actions приходится процесс обновления виртуальных, тестируемых библиотек и каких-то запусков сервисов. То есть, нам мало того, что нужно быть уверенным, что тестовые библиотеки были обновлены корректно, нам нужно удостовериться, что этот процесс закончился. Поэтому Startup Actions мало того, что обновляет библиотеки, он еще запускает демоны SSHD и робот-ремота, о которых пойдет дальше речь. И тем самым можно сигнализировать о том, что у меня все хорошо, я все обновил, SSHD запущен, робот-ремота запущен. Можете работать дальше. То есть, тестовое окружение не только обновлено, но оно 100% готово к работе. Супервизор D также запускает робот-ремота Unix и робот-ремота Enterprise. Enterprise группе не особо повезло, она работает как с Windows, так и с Unix. То есть, она поддерживает и Unix, и Windows операционной системы. Также нам нужен унифицированный запуск RC-SlogD и SMBD. Почему? Потому что RC-SlogD в данном случае это C-SlogDemon в Unix системах. И нам нужен унифицированный формат сохраняемых журналов, чтобы их потом можно было забрать из нужного места, нужные журналы. И также SMBD. У нас есть специальный продукт, называется Doctor Web File Service, который, собственно, защищает файловые сервера, с установленной самбой. SMBD это демон самбо-пакета, который предоставляет как раз файловые сервера. И нам нужен унифицированный способ его запуска, перезапуска, аварийной остановки и т.д. Ну и в конечном итоге запускается SSH-D, который, собственно, требуется для удаленного доступа к машинам. И, собственно, на тестирование тоже. У нас есть специальный продукт, который позволяет вам, не устанавливая на удаленные хосты, запускать сканирование. То есть вы запускаете с какого-то хоста, он логинится PSSH и сканирует удаленную систему, что удобно. В операционной системе Windows все гораздо унифицированнее в этом плане. То есть там есть Windows Services. И, собственно, они спокойненько могут запускать различные вещи. В данном случае Startup Actions выполняется при старте операционной системы Windows через планировщик. Robot Enterprise и Robot Windows – это тоже роботы-ремоты-демоны, сервисы, как угодно, которые требуются группам для тестирования. И, собственно, также мы тащим Windows SSH-D. То есть это порт продукта под названием OpenSSH. И через SSH гораздо удобнее работать с Windows. Не через Winner, а, например, через именно SSH. Продолжим. Типы тестовых окружений. Какие же типы тестовых окружений можно для себя как-то составить? Виртуальные машины. Linux, Unix и Windows. Непосредственно виртуальные машины, на которых запускается тестирование. Тут все просто. Виртуальные машины с сервисами. Действительно, есть некоторые вещи, которые нельзя запихать в контейнеры. Например, Active Directory или Open Enterprise Server от Novel. Хотя он сейчас уже не Novel. Но эти, например, сервисы, это программа распечения, нельзя запихать в контейнеры. Что не очень хорошо. И виртуальные машины с сервисами выступают как вспомогательные сервисы для тестов. Для тестирования. Контейнеры. Как и в случае с виртуальными машинами, в контейнер запускается тестирование. Проходит там. Тут тоже все просто. Контейнеры с сервисами. Вот тут как раз получается мощь докера и вообще Linux контейнеров, потому что там можно запускать все, что угодно. HTTP серверы, серверы баз данных, различные прокси, FTP и прочие LDAP. То есть, куча всего можно быть запущено в сервисах. И то есть, редко когда сам продукт тестируется сам себе, когда он не требует доступа к каким-либо сервисам. Как правило, продукты с чем-то взаимодействуют. Выделены контейнеры или виртуальные машины для удаленного запуска тестирования. Это специальный тип тестовых окружений, на которых запускается основной процесс тестирования. Что это означает? Вот как в случае с робот-мастером, у вас есть специальный какой-то контейнер или виртуальная машина, на которой исключительно запускается тестирование. И это тестирование взаимодействует с удаленными хостами через SSH или через робот-ремоты. То есть, если вам нужно удаленные хосты будет перезагружать, вы должны запустить, например, какой-то мастер тестирования, и он будет перезагружать удаленные окружения или портить их, ломать их. И это не скажется на вашем тестировании и на результатах отчетов. То есть, у вас всегда будет на руках журнал тестирования и прочего. То есть, это специально выделены такие вещи для таких вот целей, когда нужно перезагрузки или что-то сломать. Давайте перейдем к демо-части. В демо-части хочется показать, что у нас есть на сервере с виртуал-боксом. А на сервере с виртуал-боксом у нас есть достаточно много различных виртуальных машин, которые как раз и являются источником для тестирования. На этих виртуальных машинах запускается тестирование. Эти виртуальные машины настроены согласно требованиям. То, что я говорил, актуальность и надежность. И, собственно, все вот это попадает в тот самый Vagrant-каталог. То есть, у нас за всю историю уже достаточно много всяких разных дистрибутивов появилось. И, собственно, помимо Vagrant-каталога у нас еще происходит выгрузка в OpenStack. Тут я проводил различные испытания перед тем, как запустить эту часть. Вот у нас различные те самые виртуальные машины, которые уже еще непосредственно находятся в OpenStack. Давайте попробуем запустить парочку тестовых окружений с Linux и с Windows. Но перед этим я хотел бы сказать пару слов о удобстве разработки. Я как-то говорил уже в начале данного курса о том, что разработчикам бывает очень удобно получить среду, в которой уже есть какие-то сервисы, виртуальные машины, на которых он может провести свои гипотезы, как-то оптимизировать свой код и т.д. и т.п. У нас есть специальный каталог на нашем Jenkins-сервере, который доступен всем в компании без аутентификации. И здесь можно получить какие-то виртуальные машины по запросу. Виртуальные машины, сервисы и т.д. и т.п. по запросу. Это оказался оптимальным форматом для того, чтобы пользователи могли удобно воспользоваться уже существующими наработками. В данном случае я хочу поднять виртуальную машину CentOS 7 и Windows 10. Арендуя я ее на 1 час, то есть по прошествии 1 часа эти виртуальные машины будут автоматически удалены. И готов я ждать их в течение 1 часа. То есть кластера могут быть загружены. И в принципе я готов ждать примерно час для того, чтобы дождаться этих сред. Если через час ничего не происходит, задание завершается с ошибкой, и я ничего не получаю. Ну и в принципе и не страшно. Если же я получаю, мне приходит письмо, в котором указаны адресы тех сервисов, которые я себе заказывал. Давайте закажем себе CentOS 7 и Windows 10. Да, у нас есть специальные информационные панели, которые отображают очередь на запуск различных виртуальных окружений и на тестирование. Эта информационная панель эпизодически обновляется. Вот здесь появился один гест, это я. Я попросил две виртуальные машины. И диспетчер меня сейчас будет проверять и запускать в конечном итоге. Да, для сервера с виртуалбуксом у нас также есть информационная панель, которая показывает доступность этого сервера. То есть у нас есть категории сотрудников, которые имеют к нему доступ и в котором могут готовить виртуальные машины. Если же у нас сервер заблокирован, вот я сейчас на нем сижу, то сессия, то есть пользователь понимает, что кто-то там работает и заходить туда не надо. Сейчас мы вот освободим это все дело. И это тоже освободится. Ну, и светофорчик станет зелененьким. Там какие-то раз в 20 секунд он там проверяет или как-то так. Не припомню сейчас точно ли. Каждые 30 секунд. Вот, все. Он стал зелененьким. Можно работать. Тем временем наше задание, которое мы заказали виртуальной машине, начало выполняться. Когда виртуальные машины будут доступны, мне придет информационное письмо. Но мы сейчас не будем копаться в почте. Мы просто посмотрим, скажем так, в журнале поднятие этих сред. Тут тоже они отображаются. К виртуальным машинам можно получить графический доступ и, собственно, работать с ними напрямую. Вот у нас поднялась виртуальная машина CentOS 7. Сейчас мы посмотрим, как в ней отработал супервизор D. Как отработали стартап акшенс. Итак, посмотрим, какие у нас сервисы стартовали. Да, у нас запущен, вот у нас стартап акшенс отработал и закончил свое выполнение. И, собственно, он запустил, как итог, еще два демона робот-ремоты, которые относятся к нам. Unix робот-ремоты и Enterprise робот-ремоты. То есть это как раз те демоны, которые слушают и на них можно выполнять удаленные процедуры. Также стартап акшенс у нас подготавливает рабочий каталог тестировщика, где расположены различные вспомогательные скрипты и т.д. и т.п. То есть, вот, например, один из вспомогательных скриптов, который позволяет нам протестировать данные. Данное окружение на предмет того, что оно соответствует требованиям, которые к ней предъявляются. Так, пока оно проверяется, давайте зайдем в Windows. Как вы помните, супервизора D в Windows нет. Есть Windows сервисы и, собственно, можно их посмотреть. Давайте их посмотрим, какие там запустились во время инициализации. Так, значит, у нас они называться должны как-то... Так, вот у нас OpenSSH, я вижу. Так, и называться они должны... Да, вот Enterprise Python Remote Server. И у нас должен быть еще Windows Python Remote Server. Вот они оба слушают. Во время старта операционной системы у нас происходит как раз обновление всяких различных библиотек. Все точно так же, как и непосредственно в Unix. И вот три рабочих каталога. Как я уже говорил, у нас с Windows работает как Enterprise, так и Windows. И у нас запускается единственный скрипт, common init.bat, унифицированный. То есть он работает на всех версиях операционных системах Windows. Потому что PowerShell, к сожалению, не позволяет там достичь такой унификации, потому что тех командлетов нет, там функционала нет и так далее и тому подобное. Вот, то есть скрипт, опять-таки, делает рабочие каталоги, скачивает дополнительные вспомогательные скрипты. Собственно, вот, например, смонтировать сетевые ресурсы, которые использует Enterprise группа для тестирования. Вот у них тут есть какие-то автотесты и прочее, прочее, прочее. То же самое есть и у команды с Windows. То есть инициализация во время старта OS работает идентично как в Unix, так и в Windows. Тем временем у нас данная виртуальная машина проверилась. То есть тут достаточно все хорошо, чтобы можно было тестировать и не думать о каких-то посторонних вещах. Так, ну и давайте запустим в конечном итоге еще какой-то сервер, который связан с контейнерами. Так, ну, например, с Apache. Все то же самое. Да, как можно увидеть, у нас есть специальные гест-проекты в OpenStack и гест-проекты в OpenShift. Видите, вот у нас со специальным префиксом запустились две виртуальные машины, которые я заказывал. К ним есть доступ отовсюду в компании. И, собственно, то же самое можно увидеть и для контейнеров. Вот он запускается сейчас на каком-то там хосте. Да, вот там выбран нода 3. И в процессе запуска мы видим, что у нас тут увеличилось количество контейнеров и виртуальных машин. И, собственно, видно, что два геста работают. Тем временем у нас запустился контейнер, в котором также вот он, мы получили к нему доступ. Тут есть какие-то вещи, которые требуются для тестирования. И можно посмотреть внутри, что там все единообразно, как и с виртуальными машинами. То есть, что нужно вывести для себя, исходя из этой части, что тестовые окружения очень важны. Еще раз повторю, тестовые окружения очень важны. Если вы не уделяете им должного внимания, если вы их не проверяете, если они ненадежные, то все ваше тестирование идет на смарку. Вы тратите время на выяснение, почему так случилось из-за тестового окружения. Вы привлекаете разработчиков, чтобы понять, чтобы вместе могли понять, что что-то не так. И если у вас будет это происходить очень часто, как бы ни сложилось такое мнение о том, что да, это у вас, наверное, опять в тестовых окружениях что-то случилось. То есть, этого нужно избегать всеми возможными силами, для того, чтобы такого не происходило. Собственно, для того, чтобы отменить все наши задания, достаточно нажать либо дождаться часа, насколько я заказывал, либо просто отменить эти задания. в Дженкинсе и чтобы они не отъедали ресурсов, которых, конечно же, никогда ни на что не хватает. После того, как они будут удалены, придет информационное письмо о том, что тестовое окружение недоступны более и диспетчер поймет, что больше их нет и сбросит счетчики, соответствующие в нули. Так, наверное, с демо-частью это все. Да, вот тут что-то уже удалилось. С демо-частью это все, и поэтому переходим к ссылкам. Собственно, ссылки очень не бесполезно их будет посмотреть, чтобы понимать, как все работает. А так, на этом, наверное, все. И переходите к пятой части, которая посвящена оркестрации виртуальных машин.